Чуть-чуть продолжая тему, но немножко иная. Публикация сегодня есть «Единая Россия» проведет чистку, это об этом говорит известие. В ходе ревизии будет внимательно изучена декларация о доходах, крупной покупке и бизнес единороссов, которые претендуют на попадание во власть. В «Единой России» началась ревизия данных обо всех членах партии, которым предстоит избраться. Давай поможем! Ты знаешь какого-нибудь богатого единоросса? Разве есть бедные единороссы? Все единороссы в представлении народного богатые, приличные люди? — Приличные люди. — Работающие. Солидные. — Приличные, солидные дедечки, да? — Да. — Ну давай попробуем. Слушайте, «Единая Россия» намерена проверить сама себя, все декларации, насколько они правдивые, потому что там написано, так сказать, там, какой-нибудь «Мотоцикл Урал», а на самом деле там дворец на 3000 метров и все такое, значит, и так далее. — И исключить тех, кто... — Дайте мне какого-нибудь... А? — И исключать будут тех, кто перебрал? — Нет, проверять, проверять. Алло, здравствуйте, слушаю вас. — Сергей, здравствуйте, Александр. Ну, здесь Якунина. Якунина. — Дворец Якунина? Слушайте, это с дворцом Якунина какой-то... — Дворец Якунина. — Я не успел посмотреть, если правду сказать, но я вывесил в Твиттере, ретвитнул ссылочку на подступах к Мордору, к дворцу Якунина, какие-то полки там охраны... — Да-да-да-да. — Вы не видели? Посмотрите у меня в Твиттере, и в Фейсбук это перелетело тоже. Ссылка на новые видео, как какие-то депутаты муниципальные пытаются проехать по дорогам, прилежащим к Мордору, и уже там атакуют паучихи страшные, орки и так далее. Там совершенно ужасно. Спасибо. — Да, Якунин может послужить... А он что, единоросс разве? — А разве нет? — Мне кажется, он преодолел уже притяжение Земли, он уже в космическом пространстве. Он не может быть единороссом. — Он же не мог бросить. — Единороссы — это все-таки земляне. Единороссы, они на Земле, мне кажется. Нет, еще нет. А Якунин, мне кажется, он уже в космическом пространстве, он уже выше. — Я пишу, Якунин, член... — Единороссия, нет, не знаю. Хорошо, 7-8-8-107-0. — Единая Россия собирается проверить декларации собственных членов таким образом, чтобы очистить их от злых наветов. Это после Белаловых, вы знаете братья Белаловы, которые упражнялись в расходовании государственных средств. И господина мэра Махачкалы, который, как подозревает следствие, другой раз и убивал. — Алло, здравствуйте. — Доброе утро. — Здравствуйте. — А мне кажется, что верхушка почистилась, а теперь они хотят взять кровь для народа. — То есть начнут чистить средний, как бы, средний... — Да, 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 все основные деньги наверху, они все сделали правильно. В принципе, тут у нас одна история идет, да, там, с активами, переводом активов. А вот средний, мне кажется, там кого-то надо убрать, кого-то поставить, просто кровь кинуть народу, чтобы вот, смотрите, мы молодцы. — То есть после того, как закончена чистка... Ну, понятно, понятно, я просто думаю... — А какие-нибудь неизвестные нам фамилии будут называть их там? Иван Петрович Иванов был исключен в связи с тем, там... — Будут. Будут. Будут, ты сказал, неизвестные. Известные. — Неизвестных будут, конечно. Это самое простое. — Неизвестных нам не жалко. — Конечно. — Нам не жалко. 7-8-8-10-7-0. Помогите, пожалуйста, Единой России. Они собираются очиститься от людей, вот подобных Амирову, Белаловым и так далее. — Алло, здравствуйте. Слушаю вас. — Доброе утро. Христос воскрес. — Это вообще просто охренительно. Спасибо вам огромное. 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. — Алло. — Да, здрасте. — Знаете, как будет? Иван Васильевич уволит Федора Ивановича и подгонит ему другое место. Вы можете посмотреть судьбу тех единороссов, которых уберут, и какие места у них после этого будут. — Ну, что вы имеете в виду? Что вы имеете? Приведите пример. Вы имеете в виду Пехтина, например, или что? — Пехтин, во-первых, ушел сам, оскорбившись. А во-вторых, как будто бы у него там шито-крыто. — Ну, не знаю. Мне кажется, они все теплые места друг к другу подгоняют. Для народа видимость создают, кто, дескать, чистит чего-то. — Слушайте, а что надо сделать? Вот если вы единоросс, и у вас есть бабло, как надо зачистить чего-то? А, Настен? Завести все деньги в страну? — 788-170. Как надо поступить, если вы знаете, что будет чистка, и что тогда? Алло, здравствуйте. — Алло, здравствуйте. Хотелось бы, чтобы товарища Ремескова тоже как бы подчистили все его патриотическими, как бы сказать, лозунгами и детьми. Там есть неловкость, в том, что у товарища один ребенок учится в военном суворовском училище, а другая дочка выступает от имени Австрии на международных соревнованиях по гимнастике. — У автора закольфа запретившего мнения. — Развивает спорт в другой стране. — Нет, нет, она не может, на мой взгляд, выступать за национальную сборную, не будучи гражданкой. — Ну, поймите, она же выступает не за сборную России, соответственно... — За сборную Австрии. — И она никак не связывает. И тот же сын, который получает военные навыки в США, соответственно, в случае каких-то военных действий, он же не будет воевать за Россию. — Ну, давайте подумаем. Но здесь мы с вами придираемся формально. У них же, вы понимаете, там можно лить в глаза и божья роса. — Они говорят, это он специально разведывает, что там у Америки. Он на разведке, в военной сфере Америки. А дочка типа на разведке в большом спорте Австрии. — Конечно, еще неизвестно, кто кого быстрее разведывает. Они их или детей их, понимаете? — А можно я вам задам вопрос? Скажите, пожалуйста, но есть закон, буква закона, а есть дух закона? Дух закона вообще. Развитие патриотичных элит. Как вы думаете, современные русские элиты, в том числе Единая Россия, ограничатся буквой и по существу закамуфлируют свое предательство или духом? — Вы знаете, я думаю, закамуфлирую, потому что им есть что терять. Я сам знаю некоторых товарищей. Соответственно, они никогда не откажутся от того, что у них там. Ну и, соответственно, не хотят потерять то, что у них есть. Поэтому тут нужно ставить вопрос. Я вообще всегда склонялся к тому, что нужно в срочном порядке ввести гражданство, чтобы у нас не было двойного гражданства. Потому что это сразу решит столько проблем, что люди даже не представляют, насколько легче все будет. — Вы знаете, кто хочет уехать за границу, им предлагают сказать, ребят, выбирайте. Либо вам близко Америка, Европа, либо Россия. Мать должна быть одна, так же, как Родина. Соответственно, и капиталы, они будут выбирать. Либо им уже туда уходить с концами. — А вам не классная ненависть. А что значит предлагать выбирать? А почему они должны уйти с нашими фактически... — Деньгами. — Они уже их вывели, а вы говорите, ну ладно, вывели. Ну идите, если вам там больше нравится, идите. — Нет, подождите, почему они их не должны вернуть? Почему нельзя обложить их так, чтобы они метались по миру и путаясь свет? — Сначала все, там, в новом государстве, все сначала. — Пусть сначала, конечно, с нуля, а что? — Сюда вывозят деньги, наоборот. — Нет, они и так начинают с нуля, потому что, я думаю, эти деньги, которые у них там, да, я думаю, как только захлопнутся ворота в России за местные, как сказать, власти, там, местные, ну, свои группы определенные, они как бы их тоже обескроют, они лишатся того, что реально вот... — Немного, 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 сдернут процентов 20, сдернут процентов 20, не больше, ну что вы. — Слушайте, значит, нет, Настя правильно вопрос ставит. Надо забрать, Настя правильно говорит, как это они говорят, вывели деньги, и мы их отпустим, что это ради? — Я тоже не очень поняла, чисто по-хохлецки так, пускай вернут и уходят. — Не по-хозяйски? — Да, 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 допустим, даже там немного по меркам бюджета и государства, но все равно не очень понятно. — Ну, как-то будет по-правильному. — Нынешняя чистка ограничится формальностями голосования, сейчас у нас реклама, минуту, нынешняя чистка ограничится формальным подходом, и все, все, все лицемеры, все лицемеры во власти останутся на своих постах. Нынешняя чистка будет по существу и по духу, по духу патриотической, 916-55-82. Нынешняя чистка ограничится формальными подходами, это все камуфляж перед народом, и все остальное как есть, они как-нибудь выкрутятся и исподличаются дальше. — 916-55-81. — Я останавливаю это голосование, и вот вам результат, 97,4% считают, что борьба с всевозможной неправдой, борьба с подложными всевозможными счетами и так далее, выводом денег, всякой грязью, которая свойственна русской элите, будет, безусловно, камуфляжной и неискренней, 97,4%. 2,6% думают, что наконец-то начнут, наконец-то начнут патриотичность элиты повышать по существу. 2,6%. Я не очень понимаю, почему вдруг у меня столько много звонков. А, давайте спросим. — Давайте. — Они, наверное, хотят высказаться на тему. Да, здравствуйте, профессор. — Добрый день, это Андрей Москва. — Да, Андрей. — Ну, понимаете, в чем дело? Если бы наша элита пыталась бы зарабатывать деньги официально, то, наверное, взяток бы не было, потому что, возьмите правила дорожного движения, сколько можно заработать, сколько компаний на этом может расти, за неправильную парковку штрафовать, эвакуировать и так далее, и тому подобное. Это все деньги в бюджет. В самом Нью-Йорке один красный, фотокамера на красном светофоре, если вы проезжаете, я это точно знаю, я эти проекты разрабатывал 7 лет назад в Нью-Йорке, городу, Нью-Йорку, одна камера на светофоре ежедневно приносит 120 тысяч долларов. — Да что вы! — Это в том, что 50 долларов штраф. — Ничего себе. — Ничего себе. — Один. Представляете, теперь смотрите эвакуаторы. дают вам штраф. — Да. — Есть компания, так называемый... — Ой, залипает звук, залипает звук. Подойдите к окну. Подойдите к окну. Подойдите к окну. — 967, это человек из Москвы звонит. Билайновский, Билайновский у него номер. — Да, я из Москвы, но живу в Нью-Йорке. — Я просто, я просто, да-да-да, ну, залипал звук просто, да, прошу вас. Вы говорили на слове парковки, все залипло потом, все. Не было звука. — Да, вот смотрите, что происходит. Происходит следующее. Дают вам штрафы за неправильную парковку. Есть шерифы, которые этим занимаются. Это частное лицо. Но забирают у вас машину. Они продают их на городских аукционах. Деньги государству. То, что вы должны государству. Плюс вырабатывают все. Все вырабатывают. Всем хорошо. У города полная казна. Представляете, что такое будет, если в России убрать взято. Вы поставите полицейского гаишника на любом перекрестке. — Невозможно. Позвольте, Александр, да, вас зовут Александр? — Андрей. — Андрей, простите, Андрей. Я вам хочу сказать, что ситуация, где чиновники нищие, бизнесмены богатые. Я встречал самое близкое от Москвы место. Это Рига и Минск. И Минск. Где действительно взятки существуют. Ну, как везде в мире. Но нет размаха взяточного. Невозможно дать каждому. Почти каждому. Можно дать через школьных друзей. Но как бы очень тяжело давать. Очень тяжело дается. — Ну, как и в Нью-Йорке. Там тоже есть взяты чисто. Там тоже есть остаты. Но они там более, скажем так, цивилизованы. — Ну, их почти... Ну, то есть абсолютно трудно дать взятку. Вот и все. Абсолютно трудно. В России очень легко. — Да. — Я вам скажу так. Если вам дали штраф в Нью-Йорке, вы можете этот штраф закрыть. Но это такая тяжело... Это вы должны иметь товарища полицейского. — Да-да, с которым вы вместе учились. Ну и так далее, и так далее. — Да, который пойдет к тому полицейскому. И не факт, что он... — Согласится, а не настучит. А, скорее всего, он настучит. И тогда будет облом полный. Ну и так далее. Нет, ну это очень тяжело. — Причем зарплаты-то у них 50 тысяч долларов в год в Нью-Йорке. Это не так много, поверьте мне. — Ну, я понимаю. Смотрите, мы не можем это преломить, к сожалению. Потому что мы феодальное общество. И у нас нет по существу взяток. У нас есть кормление. Вы, когда это поймете, вам станет легче. В России нет взяток. В России держится на кормлениях. Потому что это глубоко феодальное, отсталое общество. Вот в чем дело. Поехали дальше. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко.